Укрепить позиции России среди технологических лидеров, реализовывать новые проекты в сфере IT на пространстве всего Евразийского Союза и устранить все мешающие барьеры. Такие заявления Владимир Путин сделал. Необходимо устранить все барьеры, мешающие развитию отечественных высоких технологий. Об этом заявил сегодня Владимир Путин на встрече с участниками конференции «Вперед в будущее». Президент подчеркнул, наша страна обладает в этой сфере огромным потенциалом. IT-индустрия может стать двигателем для всей экономики. Ведущие мировые державы, в том числе и наша страна, делают ставку на инновации. Об этом, выступая на конференции с говорящим названием «Вперед в будущее» роль и место России, говорил сегодня и Владимир Путин. По некоторым экспертным оценкам, экспорт российской IT-индустрии в 2015 году составил уже 6,7 миллиарда долларов. Я просто для сравнения вам скажу, что происходит в других отраслях. 6,7 миллиарда долларов. А экспорт вооружения у нас в 2015 году был 14,5 миллиарда долларов. Понимаете, мы уже в этих гражданских областях скоро догоним экспорт вооружений. Уважаемые коллеги, добрый день. Мы сегодня обсудим проект стратегии экономической безопасности России. В этом документе определены важнейшие направления нашей работы по обеспечению суверенитета страны в экономической, технологической, финансовой сферах. Еще совсем недавно оказалось, что такие документы и не нужны-то будут вовсе. Но судя по тому, что происходит, нам необходимо думать и о всех угрозах, о которых мы сегодня поговорим. Мы видим глубокие масштабные процессы, которые происходят в мире. Формируются новые центры мирового экономического роста. С каждым годом возрастает конкуренция за рынки, технологии, капиталы. Экономические ограничения, давления, санкции все чаще используются в политических целях, да, и под видом политических целей, часто просто в конкурентной борьбе. Мы должны учитывать эти тенденции, превентивно реагировать на риски и угрозы. При этом наш главный фундаментальный ответ заключается в том, чтобы наращивать свой собственный экономический потенциал, не закрываться при этом от мировой экономики, а повышать свою эффективность. Это даст нам ресурсы для развития, для решения социальных задач, позволит надежно, гарантированно обеспечить национальные интересы и безопасность страны. Надо выйти на темпы экономического роста выше мировых. Да, совсем еще недавно мы говорили и о больших темпах роста, но мы также понимаем, что происходит в мировой экономике, в нашей, и должны соответствующим образом корректировать свои планы. Но выйти на темпы роста выше мировых нужно на рубеже 19-20-х годов уже. Для решения этой задачи в послании к Федеральному собранию правительству поручено разработать конкретный, четкий план действий. В основе такого роста должны быть глобальные конкурентоспособности наших отраслей экономики и компаний, делового климата, государственного управления, что чрезвычайно важно. Вот на это хотел бы особо обратить внимание. Науки и системы образования. Надо быть гибкими, первыми откликаться на изменения в мировом развитии, участвовать в формировании новых перспективных рынков. Взрывное развитие технологий, по сути, настоящая технологическая революция, радикально меняет производственные, финансовые, банковские процессы, сам уклад жизни людей и состояние целых отраслей экономики. Наличие собственных уникальных технологий становится одним из важнейших факторов обеспечения суверенитета страны. Подробно говорил об этом на недавнем заседании Совета по науке и образованию и в послании к Федеральному собранию. Для повышения конкурентоспособности наших гражданских отраслей следует использовать и научно-технический потенциал оборонно-промышленного комплекса. Тоже об этом уже неоднократно говорили. Еще одна тенденция сегодняшних дней – растущий протекционизм. Нужно активнее продвигать интересы отечественных компаний на глобальных рынках, защищать их от недобросовестной конкуренции, использовать возможности региональных интеграционных объединений. Следует создать максимально благоприятные условия для развития несырьевого экспорта, снизить издержки российских экспортеров, оптимизировать налоговый и таможенный контроль, в том числе через внедрение информационных технологий. Требуют совершенствования и финансовые механизмы сопровождения экспортных контрактов. В целом необходимо продолжать работу по формированию благоприятного инвестиционного климата, делового климата. Подчеркну, конкурентоспособность национальной юрисдикции – это тоже одна из важнейших гарантий экономической безопасности нашей страны. Но нужно в конце концов добиться того, чтобы наши крупнейшие компании не уходили в иностранную юрисдикцию. И ругать их часто здесь не за что. Они идут туда, где чувствуют себя большей безопасности, большую отрегулированность всех инструментов, используемых при организации и сопровождении экономической деятельности. И нам нужно добиться такого. Все условия для этого у нас в стране есть. Уважаемые коллеги, особое внимание нам надо уделить сбалансированному пространственному развитию территории. Необходимо максимально использовать потенциал, который есть у каждого региона России. Создавать новые производства и рабочие места, а значит, базовые условия для демографического развития, для повышения качества жизни людей. Именно в этой логике мы ведем работу по подъему и освоению Дальнего Востока. Учитывая значение, близость этого региона к крупнейшим экономикам Азиатско-Тихоокеанского региона, мы создаем здесь максимально благоприятные, в полном смысле этого слова, конкурентные условия для бизнеса. И будем строго выдерживать те условия, которые мы создали для инвесторов, как отечественных, так и иностранных. В государственных и федеральных целевых программах появятся специальные разделы по Дальнему Востоку. Причем объем финансирования по конкретным направлениям должен рассчитываться таким образом, чтобы не просто восполнить отставание, а обеспечивать опережающее развитие, укрепление человеческого капитала Дальневосточных территорий. Сегодня Юрий Петрович Струтнев доложит, как решаются все эти поставленные задачи. И, наконец, важнейшее условие поступательного развития – это макроэкономическая стабильность. Рассчитываю, что правительство, Банк России будут и дальше укреплять, уделять особое внимание обеспечению устойчивости финансовой банковской системы страны, повышению доступности кредитных ресурсов для реального сектора экономики. В послании тоже об этом отдельно и достаточно много говорил. Еще важнее, что мы с финансовыми властями страны очень подробно обсуждаем это все на наших закрытых совещаниях. Но они закрытыми должны быть до определенного времени, пока решения не выработаны. В принципе, все понятно, что и как нужно делать. Нужно только работать напряженно. Одновременно следует снижать зависимость национальной денежно-кредитной системы от колебаний конъюнктуры на международных финансовых и товарных рынках. Продолжать работу по оздоровлению банковского сектора. Естественно, здесь тоже нужно действовать аккуратно и всегда помнить о социальных последствиях. Нужно принимать меры, направленные на противодействие незаконному выводу денежных средств за рубеж. Совершенствовать механизмы противодействия кибератаки на нашу финансовую инфраструктуру. Продолжать работу по оздоровлению банковского сектора. Вновь подчеркну, будем поддерживать именно конкурентные отечественные производства. Ни у кого не должно быть иллюзий, что, прикрываясь импортозамещением, можно подсунуть государству и гражданам суррогаты или залежалой, да еще в три дорого товара. России нужны компании, которые не только способны обеспечить страну современной качественной продукцией, но и завоевывать мировые рынки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова